Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович как президент обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. Эти изменения, когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе, ну и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги, я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда и не получается в полном объёме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе. Что касается нашей совместной работы, с Дмитрием Анатольевичем, мы сейчас говорили, Дмитрий Анатольевич Медведев был главой государства, президентом Российской Федерации. Уже 8 лет он практически возглавляет правительство. Наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России. Мы договорились. Вы знаете, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Хотя президент, конечно, отвечает на нас за всё, но президентский блок – это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности я считаю возможным, и просил его об этом, чтобы он занялся будущими вопросами именно этого свойства, этой категории вопросов. Я считаю возможным, и сделаю это в ближайшее время, веду должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов. Буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов также поддержать. Ну, надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки. Ещё раз всем вам большое спасибо. Мы увидимся в самое ближайшее время. Благодарю вас за работу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин